Всем здорова, друзья, меня зовут Шок, и сейчас мы находимся в городе Сочи. Это не все так просто, мы не приехали сюда отдыхать, ну да, это тоже, но мы приехали сюда еще и поснимать клубы. Что творится в клубах, которые находятся у моря, у Черного моря, ну и плюс в городе, где проводились недавно Олимпийские игры. Шесть лет назад. Шесть лет назад, ну недавно. Сейчас посмотрим, как это все работает, как тут отдыхают и занимаются делами ребята, создающие клубы, поэтому всем приятного просмотра. А мы сейчас будем подниматься. Не знаю, возможно, нам кажется, что это обычно, но, не знаю, мне нравится, как это все сделано, какой-то и стиль. Ну что ж, давайте заходить, посмотрим, что там такое. Сразу говорю, дверь, которая сейчас нас встретит, она максимально большая и выглядит, опять же, стильно на себе. Привет. Добрый день. Опять же, это была актерская игра, мы уже здесь уже были. Ашот? Да. Это я. Очень приятно. Можно узнать, сколько стоит один час клуба у вас здесь? Сейчас клуба у нас стоит здесь 120 рублей. 120 рублей. 120 рублей. А випка? Випка точно так и все. Я правильно понимаю, то, что у вас один час везде стоит 120 рублей вообще везде? Нет, один час стоит у нас 120 рублей. Окей, отлично. А чем отличаются вип и обычный клуб? Ничем не отличается. Отличается тем, что это у вас индивидуальная комната, 4 компьютера. Характеристика компьютера, везде одинаково стоит 20-го секса, я и видеокарта. Везде 240 герц экраны, хаппер-экс у нас девайс. Ну, давайте сейчас оформим один компьютерный стол и посмотрим, что это вообще такое. Давайте. Нас встречает очень интересная штука. Это не метро, это турникет на проход к клубу. Как это работает система? Вы просто нажимаете кнопку или есть какая-то особенная карточка? Если у тебя есть деньги, то ты зайдешь. Изначально хотели карточку, но поняли то, что не будем справляться с потоком людей, и поэтому решили просто ее включать, потому что человек оплачивает время и просто проходит. Хорошо. Ну, это выглядит реально интересно. Что-то потом мы видели в Казахстане, когда ты мог заходить только с отпечатком пальца, если ты есть в базе. Это круто. А здесь нас встречают кальяны, ну, а также менюшка кальяном. И, как я понимаю, здесь можно курить кальяной везде. То есть и випке, и в обычном зале. Ну, как я вижу, просто кальяны стоят. Кальяны можно курить практически вообще везде, только если наряду сидят дети. Ну, и, разумеется, сажаем человека в другое место. Слушай, я сейчас смотрю, а человек сидит с какими-то накладками в наушниках. Это что такое? Каждому гостям прилагаются. То есть каждый гость, кто приходит, он получает накладки на наушники. Хочет оденеть, хочет не оденеть. Это гигиена. Это у нас изначально, мы как год открыты. Вот год мы выдаем людям. А есть какие-то меры безопасности после коронавируса? В плане пандемии? Ну, вообще, у нас выдаются маски на входе, антисептик. И вообще, после каждого гостя у нас проходится санитарка. То есть протираются клавиатуры, мышки, наушники, включая монитор, кресло и так далее. Вау, пойдем сюда. Я такое впервые вижу. Почему, когда я спросил в фишке, вы это не сказали? Тут пишутся лучшие гости за сентябрь, за октябрь и так далее. Да. По количеству часов, наигранных здесь. Да. Это именно топ-10 гостей, кто за один месяц просидел больше всего времени. 3 800, 64 часа. С учетом того, что сентябрь на самом деле был такой месяц, потому что он был трудный. А он рекордный? Это рекорд? Нет, рекорд у нас 10 тысяч минут. А это сколько пить? 180. 180? Да, это примерно в день по 5-6 часов. Он жив? Да, он к нам до сих пор ходит. Зато ребята получают первое, второе, третье место, 20% кэшбэка от потраченной суммы плюс кальян один в подарок. С 4 по 10 10% кэшбэк просто от потраченных. Это классно, респект. Ну а вот випки. Блин, двери, они настолько шикарные. Почему-то мне нравится, как они выглядят. Еще вот эти надписи. Я не знаю, может быть, я не знаю, почему мне это нравится. Прямо сейчас мы на сайте GGDrop. Это смонсор этой рубрики. Если что, вы можете открывать кейс на сайте GGDrop, используя мой лютый промокод. На этом сайте есть очень крутая система барабана бонусов, где вы крутите бесплатно барабан. Если что, это аккаунт, который был на этом компьютере. Это вообще не мой. Мне сейчас упал за барабан 3 случайных скина при пополнении 600 рублей. Я могу прокатить барабан еще раз. Внимание, B с двумя T сверху. И все, крутится барабан еще раз. И, внимание, мне сейчас падает буква P. Если что, если я соберу все буквы GGDrop, я получу до 10 тысяч рублей на баланс. Ну а также здесь новый режим сражения, в котором вы можете сражаться с другими людьми на кейсы. К примеру, вот два активных раунда. Люди выбрали кейс, ждут к себе противника. Как только человек заходит, он выбирает ячейку. Сначала выбирается скин, а потом уже выбирается победитель из этого кейса. Это очень интересная практика, поэтому можете попробовать. Ну а также за каждый депозит вы получаете бабки. За 49 рублей, за 150, за 30, 50 до 100 тысяч рублей. В каждом кейсе есть подарок. Ссылочка на GGDrop есть в описании. Ну а мы продолжаем. Сейчас мы записываем почти как зимой. Я одет в легкую одежду. Мы находимся в Сочи, на юге. И только в этом клубе по всей России, где я был, есть теплые полы. У вас было потратить деньги, ну не знаю, куда? Нет, почему? Зимой, чтобы не включать кондиционер, чтобы не было такого прям духоты. Мы просто решили включить теплые полы, чтобы люди не мерзли. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас творится по компьютерам. Я не знаю, вы хотели это сделать или нет, но у вас все красно-черное. Стиль. Хотели так сделать, да? Мы хотели тогда. Кресло у нас Dixiracer, но честно, оно выглядит непремиально. По клавиатуре здесь у нас HyperX Alloy FPS Pro. Это обычная клавиатура от HyperX, механическая, но здесь нет нампада. По мышке здесь у нас HyperX Fulsifier Surge. Наушники HyperX Cloud Alpha. Коврик HyperX XL. Ну и по монитору это 144 Гц. 240 Гц везде. 245 Гц. Так, вот это, кстати, очень круто, потому что 240 Гц люди ставят, знаешь, как VIP-ки ставят 240, а везде по 144 Гц. Это очень хорошо. Asus мониторы. Ну, кстати, я вам советую, я советую все-таки BenQ брать. Да, BenQ, Zowie. Я хочу поменять. Да. Потом Asus, они хорошие, да. Да, но именно для КС и именно для... Это передача. Да, 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 да. Asus, если что, я не хейтер, но именно в мониторах я предпочитаю больше BenQ. По характеристикам здесь у нас i5-9600K, 16 ГБ оперативной памяти и RTX 2080. Вот такие вот характеристики. Я думаю, что проверять, опять же, в CSGO нет смысла, но я хочу зайти на Сабишок. Я тут не был уже три дня, поэтому сейчас попробуем. Прямо сейчас я запускаю CSGO на Сабишоке. Посмотрим, какой здесь будет FPS на Deathmatch, а я ожидаю 300 FPS. И, кстати, друзья, мы запустили новую систему DMO Lite. Как вы знаете, сейчас, чтобы играть DM, нужно перезапускать CSGO. Мы это убрали. Теперь, если зайдете на DM, выберите DMO Lite, вы будете играть на серверах, где нет некоторых плагинов, которые позволяют не перезапускать CSGO перед Face, там, либо матчмейкингом. Поэтому ссылочка есть в описании, можете поиграть. Я зашел на сервер, включаю консоль, NetGraph. И, внимание, Deathmatch FPS 360-350. Очень хорошо. Так что нет смысла продолжать. Играть комфортно. Сибирщок, молодцы. Тут, кстати, играет проигрок. Ну да, играть комфортно. 240 Гц, говоришь, да? Да, 240 Гц есть. В целом, все классно. Окей, выходим из CSGO и посмотрим, что у нас тут есть. А самое главное, нам принесли еду, посмотрим, что они готовят. Самое интересное, что здесь можно поесть такую вот вкусную еду. Это все заказывается за минут 15, и оно уже здесь. Очень прикольные стойки. Уверен, что это вкусно, но я просто сейчас ел, поэтому попробовать я даже не смогу. Но выглядит реально аппетитно. Сколько это стоит? 420 рублей. Самое интересное еще. Ребят, я вот видел максимум Red Bull какой? Желтый, голубой, обычный, классический. Но зеленый нет. К тому же красный вообще никогда не видел. Здесь какие-то эксклюзивные сочинские поставщики, что ли? Нет. Это линейка Red Bull. Обычное место здесь стоит 120 рублей, но VIP стоит стойко же. Посмотрим, что здесь такое. Место будет максимально компактно. Но почему 4 компьютера? 5 не уместилось. Блин, это очень грустно, правда. Мы, честно говоря, когда заказывали, у нас столы были изначально предоставлены один размер столов. Когда мы заказали, приехали столы, столы оказались на 5-10 сантиметров больше того, что должно быть. Нет, большие столы это хорошо всегда. Но жалко, что 4. Ну, теряется вообще кайф 5 на 5 игр. Ну, а также здесь есть две классные фишки. Я такого нигде не видел. Это геймерский шланг для кальяна. Посмотрите, как это выглядит. Вы можете не отвлекаться, не брать в руки этот кальян, который должен... У тебя руки должны быть на мышке. И это комфортно максимально. Ну, а также слева у нас гардероб, который, опять же, не у всех есть. Такие вот у нас дела, друзья. Ну, по сути, мы посмотрели все, что в этом клубе есть. Могу сказать точно. Клуб выглядит стильно. Мы посмотрели Инстаграм. И почему мы сюда пришли? Только из-за Гребанова Инстаграма. Он выглядит так, как сделал он Place. Вы же помните Place? Это самый дорогой клуб в России. Очень все на уровне. Там максимально все приятно. Но и этот не отстает. Поэтому мы здесь и оказались. Это был Сочи. С тобой был я, Эрик. Всем большое спасибо за просмотр. Я поеду дальше путешествовать по миру и смотреть кибер-клубы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok